В этом году в заповеднике Столбы планируют перенаправить туристический поток с центральной части сюда в Восточную. И для этого здесь уже собираются подготовить несколько туристических троп. Сейчас специалисты заповедника готовят 8 новых троп в этом районе, которые нанесут на карты. Это отмаркированные тропы, логические, ну то есть с минимальным набором высоты, с большим количеством видовок и более-менее безопасные для посетителей. Это не обязательно будет настильная тропа, это просто тропы, которые отмаркированы и удобны для посетителей. Развитие туристического направления получит новый импульс после того, как заповедник сменит статус на национальный парк. Это должно произойти до конца года. Как заявил директор столбов Вячеслав Щербаков, сейчас для этого готовятся все необходимые документы. В итоге будет узаконен массовый туризм на территории, вход на столбы для организованных групп туристов из других регионов обещают оставить на прежнем уровне. 50 рублей на человека, а для красноярцев бесплатно. Со сменой статуса в части платы ничего не изменится. Во-первых, как я уже сказал, узаконится тот массовый туризм, и это даст развитие именно сети туристических троп, которые здесь есть. То есть получается, что этот статус дает возможность развивать именно туризм больше? Именно познавательный туризм, который здесь может развиваться в ближайшие 5-10 лет. После преобразования в заповеднике обещают, что 90% территории столбов останутся заповедной зоной, где будет продолжена научная деятельность и расширена образовательная программа. Для детей уже действует экологическая школа, где в течение нескольких дней ребята, кроме лекций, посещают экскурсии и мастер-классы. Скоро откроются и однодневные семинары. Буквально в первом квартале уже нынешнего года, 16-го, мы на кордоне Лалити на заповедную гостиную обустраиваем и будем там тоже проводить какие-то лекции, беседы, презентации, рассказывать, встречаться. Она будет рассчитана, эта заповедная гостиная, не только на детей, но и на взрослую аудиторию. К началу зимнего универсиада 2019 года в заповеднике планируют создать организованные тропы, чтобы можно было прогуляться до Бобрового лога и ожидают, что поток посетителей вырастет с сегодняшних 300 тысяч человек в год до полумиллиона. Андрей Стародым, Андрей Крупнов, Новости.